Здравствуйте! Это программа «Право на маму». Вчера вся страна отмечала замечательный праздник – День защитников Отечества, День настоящих мужчин. Герои нашей сегодняшней программы тоже мужчины, правда, пока еще совсем маленькие. Наверное, в армии они служить не будут, потому что у них есть особенности по здоровью. Но ведь Отечество – это не только страна, это в первую очередь семья. И если у них будет семья, они будут самыми настоящими ее защитниками. Это Солнечный Мирас. Ему семь месяцев. Всю свою жизнь он находится в государственном учреждении. Родители отказались от него сразу после рождения. Не смогли принять то, что сын родился особенным. Воспитатели говорят про Мираса, что он не капризный и очень доброжелательный. Активно интересуется игрушками, и у него хорошо сформирован так называемый ладонный захват. Он берет игрушку, удерживает игрушку в ручках. Ручки у него, тонус вполне подходящий, то есть он может держать. Мирас не боится незнакомых людей. Наоборот, с интересом наблюдает за всеми. Он привык доверять. Он у нас очень мальчик доброжелательный. Он улыбается, он любит общаться. Он знает людей, которые за ним ухаживают. Он очень активно с ними общается, улыбается. Он следит. Да, да, да. Он всегда на позитиве, он всегда улыбается, он всегда чем-то занят. То есть, когда заходишь в группу, кто-то на тебя сразу обращает внимание. Мирас заинтересован тем, что находится рядом с ним. Будь то игрушка, которую он дотянулся и взял в руку. Будь то игрушка, которая висит над груди, и он ее сейчас рассматривает, ощупывает, гремит ей. То есть, он всегда в действии, в движении. А еще Мирас очень разговорчивый. Нам сказали, что он хорошо гулит. Звонко, активно и громче всех. И даже пытается произносить первые слоги. Вот если получится, он у нас еще и поговорит. У него очень красивый голос. Очень хорошо гулит. Ну, вот вы с ним поговорите, мы же вас знаем. Он любит один гулить, кстати. Но работать на камеру этот самостоятельный малыш категорически отказался. Мы даже ушли в сторону, чтобы его не смущало большое количество народа. Но нет. Максимум, что мы услышали от серьезного Мираса, это вот. Мирас достаточно крепкий парнишка, говорят воспитатели. Он хорошо сосет из бутылочки, любит кататься на мяче, лежа на животе. Пытается поднимать и удерживать голову. Малыш научился переворачиваться, но на камеру, опять же, делать этого не спешил. И нам пришлось пойти на уловки. От микрофона в восторге все дети. И наш герой не исключение. Мирас, смотри. Оп-оп-оп-оп. Поворачиваемся. 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 Вот, молодец. Давай, давай. Час. Давай. Вот. Ай, какой мальчик молодец. Для своего возраста и для тех индивидуальных особенностей, которые у него есть, ребенок развивается в соответствии с нормой. И вроде бы все у Мираса есть, кроме самого главного – мамы, которая полюбила бы и приняла малыша таким, какой он есть. И будет всему миру доказывать, что этот ребенок самый лучший, потому что он подарит огромное количество внимания, любви и заботы. То есть ребенок, который отдает тепло и ласку окружающим. А сейчас я расскажу вам про Искандера. Он на год старше Мираса. Он совсем другой, очень любознательный и активный. И самое удивительное, что он так влюбился в нашего видеооператора Николая и в его видеокамеру. В общем, смотрите сами, что получилось. Я бы хотела пожелать, наверное, потенциальным родителям, чтобы они сначала увидели бы этот сюжет и открылись для информации. И тогда бы они почувствовали, какая у Искандера душа. И у них бы не возникло бы сомнений, что это их ребенок. Вот он увидел. И давай, и ползти, схватить хочет. А я не сладенько, вот это. Вот он. Давай, давай, молодец. Ох ты, молодец какой. Молодец какой. Микрофон взять хочет. Микрофон всем нравится. Конечно. Всем детям всегда интереснее. И ползет. Он учился подползать, брать игрушки. У него очень хорошая динамика. Он веселый, открытый мальчик. Этого красавца в модной рубашке зовут Искандер. Ему год и четыре месяца. В государственном учреждении он оказался совсем малышом, когда ему исполнилось полтора месяца. У него была необычная внешность. И вообще он себя очень необычно вел. Он отличался от всех детей. Может быть, поэтому, не знаю. Он плохо ел, плохо спал. Был такой... Ну, он просто был необычный. Вот и все. Искандерик, а именно так называют его педагоги, всеобщий любимец. Несмотря на то, что заслужил репутацию серьезного молчуна. Он не капризный, наоборот, очень доброжелательный и с радостью идет на контакт. Он очень любит с детками общаться. Он ко всем деткам очень тянется. Ну и дети тоже к нему тянутся. Он даже с ними как-то так контактировать. Ручками за ручкой друг друга берут. Да. Скажи, я вообще очень открытый. Молодец какой, как стоит. У него очень светлая душа. Искандерик хорошо кушает. Стоит на ножках с помощью взрослого. Садится с поддержкой. Он понимает речь. И когда ему говорят нельзя, слушается. Пирамидку, как и многое другое, Искандер решил попробовать на вкус. У малыша одновременно режутся семь зубов. Искандерик с удовольствием занимается всем, чем ему предлагают. Очень любит массаж. Научился брать в руки большие игрушки и удерживать их. Есть у него и любимая погремушка. Вот этот хитрец смущается, строит глазки воспитателя. И сидит в ходунках, отказываясь передвигаться, как вдруг, услышав любимую погремушку, забывает обо всем и мчится за ней со скоростью света. Молодец. Убежал. Держи. Держи. Заслужил, молодец. Мы дружно решили, что в будущем Искандер станет видеооператором. Приблизившись к камере, он просто влюбился в нее, и с лица малыша нисходила улыбка. Вот так штука какая. Искандерик очень умный. Его голова – это дом советов. Вспоминая, каким он поступил в госучреждение и каким стал сейчас, медсестра Юлия Владиславовна говорит, всех нас удивил. Ну, очень перспективный парень. Я вообще верю, что он вообще будет самым умным, самым красивым, самым счастливым мальчиком на свете. Он берет игрушечки, он слушает, он понимает, ему все интересно. У него взгляд очень такой достаточно глубокий. Воспринимает информацию хорошо, и он открыт к этой информации. У Искандера точно все получится. А пока в его жизни не хватает одного, самого главного – мамы и настоящей семьи. Когда Искандерик поймет, что он действительно нужен и любим, придет время для настоящих чудес. И тогда получится вот в этом тандеме, во взаимодействии ребенка и родителей, тогда будет видна динамика и ответная реакция Искандера. Искандера, я думаю, что не заставит себя долго ждать. Ему просто нужна любовь, хорошая, любящая мама. Когда мы снимаем таких малышей, я всегда думаю, как важно, когда у тебя есть мама. Это важно в любом возрасте, в 18 лет, в 30 лет. Но когда ты совсем маленький и беззащитный, очень важно, чтобы у тебя была мама. Мама, ради которой ты стараешься, которая тебя понимает и принимает таким, какой ты есть. Не обращая внимания, где у тебя полонка в гене или какой-то национальности. Это была программа «Право на маму». Увидимся на телеканале «Самаргиз». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова